Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии награждения победителей Международного конкурса молодых ученых «Нефтегазовые проекты. Взгляд в будущее-2020». Учрежденный Комитетом Международного делового конгресса современной технологии и перспективной проекты нефтегазового комплекса проект реализован редакцией научно-практического журнала «Газовая промышленность». В этом году третий по счету конкурс представлен следующими номинациями добыча, переработка, транспортировка и хранение углеводородов СПГ-проекты, электроэнергетика, IT-решения, цифровизация и управление разработкой нефтегазовых месторождений. Конкурс призван выявлять самых талантливых молодых ученых со всего мира. В этом году более 120 ученых и научных коллективов зарегистрировались на сайте конкурса. Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией, конкурс состоялся. Ко второму этапу жюри допустило 44 проекта. Заявки принимались на английском языке на сайте, гарантирующем соискателям анонимность и защиту интеллектуальной собственности. Проекты представили молодые умы из России, Белоруссии, Украины, Туркмении, Киргизстана, Ирана, Индии, Китая, Кении и многих других стран. Не буду долго томить вас ожиданием и сразу передам слово председателю жюри конкурса Виталию Анатольевичу Маркелову, заместителю председателя правления ПАО «Газпром», члену совета директоров ПАО «Газпром», главному редактору журнала «Газовая промышленность». Уважаемые зрители, церемония награждения международного конкурса молодых ученых «Нефтегазовые проекты. Взгляд. Будущее». Год назад в рамках Петербургского международного газового форума мы награждали лауреата второго международного конкурса. В связи с переносом форума в 2020 году, который по праву считается главным событием газовой отрасли, редакция журнала «Газовая промышленность» совместно с компанией и организатором «Экспофорум Интернешнл» реализует видеопроект «Петербургский международный газовый форум онлайн». В рамках данного проекта мы подводим итоги конкурса 2020 года уже теперь в новом формате на YouTube-канале «Газовая промышленность». Журналом «Газовая промышленность» была проведена масштабная рекламная кампания по распространению информации о конкурсе в социальных сетях и актуальном сейчас интернет-пространстве. Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса в мире и работой в удаленном формате, конкурс стартовал в запланированные сроки и был реализован в редакции научно-технического журнала «Газовая промышленность», выступающего официальным партнером МДК, при поддержке возглавляемого мной рабочего комитета «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса». По известным причинам в этом году конкурс перешел в онлайн, и это решение внесло много нового в подготовку проекта. О том, как прошла подготовка, расскажут организаторы конкурса «Журнал «Газовая промышленность». Скажите, все ли удалось и каков вектор развития конкурса? Знаете, Кирилл, это не просто конкурс, который прошел в сроки. Я бы так сказал, что науки не страшны, никакие катаклизмы, даже, к сожалению, пандемии или конец света. Знаете, в этом году мы получили еще больше новых инновационных решений, которые кардинально изменят в будущем нефтегазовой отрасли. Сегодня уже мы можем смело говорить о том, что на нашей площадке встречаются инноваторы, транссетторы от науки, ну, скажем, со всего мира. И поверьте, это не утопия. Всего за несколько лет наш проект, наш конкурс вышел на абсолютно новый качественный уровень. Нам удалось привлечь в проект очень много научных сообществ, много новых проектов. И, ну, чего только стоит российский научный фонд, с которым мы начали сотрудничать. Ну и, конечно же, я не могу не отметить, что залогом успеха работы конкурса этого года являлась масштабная информационная кампания. Ну, о ней, конечно, лучше расскажут мои коллеги. Как в этом году проходила информационная поддержка конкурса? В этом году цифровая трансформация коснулась всех без исключения. Но мы к этой революции были готовы. Более двух лет мы развиваем онлайн-площадки газовой промышленности и собрали на них большое научное комьюнити. Во время пандемии все наши взаимодействия с научными институтами и сообществами мы перевели в онлайн-формат, в том числе и социальные сети. Мы использовали различные механизмы привлечения конкурсантов, к примеру, детальный и массированный таргетинг, что дало свой результат. За период сбора заявок наши рекламные креативы набрали охват более 700 тысяч по всему миру. Было около 3000 переходов на сайт конкурса, и это только через Инстаграм и Фейсбук. Также мы активно ввлекли в информационную кампанию YouTube-канал газовой промышленности и партнерские медиаресурсы, что тоже дало свои плоды. В общем, мы отработали на 100%. Впечатляющие цифры. Спасибо, Иван. В конце нашей с вами встречи хотелось бы дать слово девушке. Что бы вы могли добавить? Конечно, я хочу выразить благодарность комитетам и секретариату МДК, экспертному комитету, во главе с Богданом Владимировичем Будзуляком, курирующему департаменту ПАО «Газпром-335», оргкомитету конкурса, дочерним обществом и департаментом ПАО «Газпром», европейским и российским компаниям-членам МДК. Новые условия дали новые возможности. Можно даже утверждать, что у науки нет границ. В прошлом году в Бонне мы анонсировали конкурс в рамках заседания рабочих комитетов МДК. В этом году удалось выстроить новый формат взаимодействия. Площадка конкурса уже стала международной научной коммуникационной платформой и связующим звеном между наукой и бизнесом. Спасибо еще раз за сотрудничество, поддержку, предоставление стажировок. До новых встреч в офлайн и онлайн пространстве, ведь наука – это как минимум модно. Присоединяйтесь. Далее несколько слов скажет президент Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, член Президиума МДК, председатель экспертного комитета конкурса Богдан Владимирович Будзуляк. Уважаемые коллеги, добрый день. Надо сказать, что полномочия по оценке конкурсных работ и подготовке рекомендаций жюри для вынесения окончательного решения были делегированы экспертному комитету, который функционировал на площадке Ассоциации строителей нефтяного и газового комплекса. В рамках исполнения возложенных на меня обязанностей председателя экспертного комитета конкурса значительно при этом расширился пул экспортов, который составил около 120 высококвалифицированных специалистов, более чем из 50 российских и иностранных отраслевых организаций и научно-образовательных предприятий. При этом хотелось бы выразить особую благодарность за активную работу экспертам российского государственного университета имени Губкина, а также экспертам дочерних предприятий ПАО «Газпром». И сегодня мы подводим итоги этого конкурса в новом уже онлайн формате. Эльвин Ахадов упомянул о сотрудничестве с Российским научным фондом. Давайте послушаем председателя экспертного совета фонда Клименко Александра Викторовича. Должен сказать, что проекты молодых ученых отличаются высоким уровнем. Знаю это не понаслышке, поскольку в Российском научном фонде уже в течение нескольких лет, с 2017 года, реализуется президентская программа исследовательских проектов, ориентированная на молодых ученых. И уровень этих проектов ничуть не уступает тем проектам, которые выполняются под руководством маститых взрослых ученых. Думаю, что существуют очень широкие возможности для налаживания взаимодействия между Российским научным фондом, международный конкурс молодых ученых, нефтегазовые проекты «Взгляд в будущее». Все официальные слова прозвучали, переходим к награждению. И начнем мы по традиции с третьего призового места. Сделайте барабанную дробь. Третье место получил Владимир Турко, Республика Беларусь, из Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси. Его проект называется «Методология построения оптимизации и оценки изменений межотраслевых балансов производства потребления продукции в нефтегазовом секторе». Владимир считает, что единый механизм сбалансированного развития всех отраслей экономики должен стать основой для формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Хотел бы выразить благодарность за проявленное доверие к моему проекту. Зная о проблемах нефтегазового комплекса изнутри, был предложен инструментарий для решения проблемок организования, сбалансированного развития и пути повышения инновационной активности нефтегазовой отрасли. Необходимо выработать единый механизм сбалансированного развития всех отраслей экономики, который должен стать основой для формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Переходим ко второму месту. В этом году серебро разделили представители России и Китая Хиромагомед Шамилов с проектом «Проектные решения и разработка проектных опор для закрепления газопровода в проектных грунтах». Давайте посмотрим презентацию проекта. Мы с нашей командой занимаемся вопросами обеспечения надежности магистрального труопровода в сложных условиях. Проект реализуется только в формирующемся центре мерзлотоведения УГНТУ, в одной из лабораторий, в которой мы сейчас и находимся. Стенд мониторинга напряженно-деформированного состояния труопровода. Стенд позволяет задавать различные нагрузки на труопровод, продольные напряжения, позволяет моделировать изоляционные укладочные работы, подавать внутрь труопровода давление и в процессе приложения этих нагрузок регистрировать деформации, которые возникают в труопроводе. Также на стенде мы можем моделировать сложные условия, будь то карстовые процессы, осадка труопровода, многолетние мерзлые грунты, оползни и другие. Миссия нашей команды – сделать магистральный транспорт энергоресурсов безопаснее, экологичнее и дешевле. Мы находимся только в начале нашего пути. Эта награда нас вдохновляет и доказывает, что мы движемся в правильном направлении. Джан Лэйфу из китайской нефтегазовой компании «Петрачайна» и его коллега У Сунтао с работой «От нанопор до пласта» – полномасштабная комплексная характеристика зоны максимального нефтегазонасыщения на нетрадиционном месторождении. Им тоже есть что рассказать о своем конкурсном проекте. Dear Organising Committee, ladies and gentlemen, it is truly a privilege to obtain this GIF Award, a glancing to the future International Young Scientist Awards. Firstly, it is heartwarming for us to have an opportunity to present our research proposals to the Organising Committee. To be frank, we did not expect this award could be happening so soon, considering the influence of the COVID-19 pandemic. Secondly, this award is a great encouragement for us. In the pursuit of science, we get to know that we are on the correct way. Finally, yet importantly, technical innovation is vital for the oil and gas industry. We are sincerely grateful that the CNPC Repet has always focused on and encouraged technical innovation. It is within such an atmosphere that allows us to keep improving our research with higher quality and efficiency. Again, we thank the Organising Committee sincerely for this valuable opportunity. Take care and hope we can communicate face-to-face in the near future. И, наконец, лучший из лучших в этом году. Первое место занял Иван Токарев из России, заместитель начальника отдела департамента ПАО «Газпром». С проектом разработка и внедрение гибридной буферной батареи на автономных источниках электроснабжения линейной части магистральных газопроводов. Технология позволит продлить срок службы аккумуляторов в несколько раз, а экономия ПАО «Газпром» превысит 100 миллионов рублей. Одна из целей конкурса – продвижение инновационных проектов. Для этого организаторы взаимодействуют с департаментами ПАО «Газпром» и международными и российскими компаниями-членами Международного делового конгресса. После рассмотрения комиссии во главе с заместителем председателя правления начальником департамента ПАО «Газпром» Олегом Евгеньевичем Аксютиным в марте 2020 года изобретение внесено в перечень инновационной продукции, рекомендованной к применению на объектах ПАО «Газпром». Подготовлен план внедрения и идет его реализация. Деятельность по разработке высокотехнологичных решений в области накопления электрической энергии продолжается и не за горами реализация новых проектов, направленных на повышение надежности и экономической эффективности функционирования энергетического оборудования ПАО «Газпром». Более подробно о своем проекте расскажет сам Иван, ему слово. Работа по представленному проекту на конкурс была начата еще в 2015 году. Все начиналось с того, что были сделаны необходимые математические расчеты, лабораторные исследования, а закончилось все реальным внедрением разработки на объектах. Гибридная буферная батарея, благодаря своем составе использования высокотехнологичного отечественного оборудования, позволяет решать ряд задач, связанных с надежностью работы автономных систем электроснабжения магистральных газопроводов. В том числе, значительно экономить материальные ресурсы. На сегодняшний день разработка внесена в реестр инновационной продукции ПАО «Газпром», а также составлен план внедрения продукции по всему обществу. Кроме этого, данную разработку возможно применять и на других видах энергетического оборудования, в составе которых есть система накопления энергии, что позволит достигнуть синергетический эффект от внедрения. Хочется поблагодарить организаторов конкурса, а всем участникам пожелать новых проектов, новых достижений. Всем добра и здоровья! Спасибо! Помимо лауреатов 1, 2, 3 мест, призы также присуждены в специальных номинациях. Специальный приз «Перспективная разработка» получил Кирилл Барабошкин. За проект разработка стали нового поколения «Северкор» для производства холл-тюбинга. Давайте узнаем, как Кирилл и компания «ПАО «Северсталь» предлагают защищать трубы от коррозии. Мы представляем проект «Технология производства коррозионно-стойкого проката нового поколения» класса прочности К52К56 под брендом «Корлис» для производства нефтегазовых труб. Одной из проблем современной нефтедобывающей промышленности является защита трубопроводов от коррозии. Эффективным методом повышения эксплуатационной надежности трубопроводов является применение коррозионно-стойких труб, способных служить максимально долго. Технология производства коррозионно-стойкого проката нового поколения «Корлис» обеспечивает существенное увеличение срока службы и надежности нефтегазопроводных труб и позволяет снизить затраты на их содержание. Экспертные жюри также отметили проект «Даудин Дауди» – разработка полимочевинных пластичных смазок с использованием парафинного нафтенного масла VHVI-4. Он работал над перспективной заменой литиевому загустителю. Смотрим. Однако моей профильной специализацией является химия и технология смазочных материалов и химатология. В соответствии с этим большое внимание с моей стороны было уделено научным работам по тематике пластичных смазок. Наиболее потребляемыми пластичными смазками на сегодняшний день являются пластичные смазки на основе литиевого загустителя. Однако в связи с развитием интереса к литий-ионным аккумуляторам литий будет дорожать, что сделает его менее интересным компонентом загустителя. Перспективным же компонентом загустителя, на наш взгляд, будет являться загуститель на основе полимочевины, о чем было сказано в моей работе. Конкурс «Взгляд в будущее» – явный пример того, что наука не стоит на месте. И, как говорит Дмитрий Иванович Менделеев, без светочной науки и с нефтью будут потемки. Представитель Китайской национальной морской нефтяной корпорации УИ награжден за проект исследования технологии упрощения конструкции первой обсадной колонны при глубоководном бурении. Что нового в глубоководном бурении предлагает нам лауреат, узнаем прямо сейчас. Меня зовут Ву И. Я премьер патрулиум инженер в Синок-институте в Китае. Моя работа в основном посвящена на лауреатуре инженерных технологий и лауреатурных работ, как в вода-суфейс-треллинг. Я победил первое празднование для исследования и технологии в Синок-институте, второе празднование для исследования и технологии в Китае патрулиум и в Кимическом индустрии фундаменте. There are five people in my team. We have been working together for a long time to make better innovative technologies for the oil and gas sector. Thanks to the community for presenting the stage to the young technicals. We explore the energy from the deep blue sea to contribute to the creation and development of civilization. With cutting-edge technology We strengthen our knowledge of the ties and rock formations With dedication We explore all you in gas reservoirs that have been undiscovered for millions of years. В этом году организаторы уделили особое внимание теме экологии. Владимир Груц, представитель Ивано-Франковского Национального технического университета нефти и газа Украина, за проект рациональные режимы работы газотранспортных систем в условиях их неполной загрузки, получил специальный приз «Экология». Научное значение разработки состоит в том, что полученные закономерности характерны для любой технической системы, эксплуатирующейся с частичной загрузкой. Практические рекомендации, направленные на совершенство диагностики газотранспортной системы и оптимизации режимов работы, что позволяет сократить расход энергии на транспорт газа и снизить вредные влияния на экологию. Спасибо за внимание. В номинации «Инновационное решение» специальный приз вручен Ильнари Зинуровой за проект «Электрогидравлический генератор». Другое инновационное решение, которое также было отмечено экспертами конкурса – внедрение энергоразделяющего устройства на основе эффекта Гартмана-Шпренгера в узел редуцирования газораспределительной станции. Проект Андрея Шубина из Санкт-Петербургского горного университета, который направлен на сокращение затрат, связанных с поддержанием температуры природного газа на выходе из газораспределительных станций. Послушаем, как Андрей и команда проекта придумали решение одной из самых актуальных проблем в газовой отрасли. Добрый день. Мы представляем Санкт-Петербургский горный университет. Наш проект заключается в разработке резонансного энергоразделяющего устройства для редуцирования и одновременного подогрева природного газа на газораспределительных станциях. Таким образом, данная технология позволяет сократить количество сжигаемого топливного газа на подогревателя ГРС. Работоспособность и эффективность предлагаемого решения была подтверждена результатами численного моделирования газодинамических процессов в ANSYS Fluent. В настоящее время в лаборатории горного университета ведутся испытания прототипа резонансного регулятора давления, который может быть установлен на место применения дроссельных без разработки специальных проектных решений. От лица команды хочу выразить огромную благодарность организаторам конкурса нефтегазовых проектов «Взгляд в будущее» за возможность получить обратную связь от экспертов мировых нефтегазовых компаний. Этот конкурс является уникальной площадкой, где молодые исследователи могут раскрыть свой потенциал, а также генерируют интеллектуальные продукты и содействуют развитию профессиональных связей в сфере производства и науки. Также отмечен проект Никиты Конькова ООО «Газпром Трансгаз Томск» в совершенствовании методики контроля качества нанесения изоляционных покрытий магистральных трубопроводов с применением активного тепловизионного контроля. Целью работы было создание методических рекомендаций по детектированию дефектов неразрушающими методами. Что из этого получилось, узнаем из первых уст. Актуальность проекта обусловлена реализацией одного из важнейших инвестиционных проектов Российской Федерации «Восточной газовой программы», в рамках которой производилось строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». Цель проекта заключалась в изучении возможностей проведения неразрушающего контроля при нанесении изоляционных покрытий на трубопроводы и выработке методических рекомендаций по детектированию дефектов неразрушающими методами. На основе результатов численных исследований были проведены комплексы натурных испытаний на реальных сварных соединениях магистрального газопровода «Сила Сибири». Победа в любом направлении – это результат упорства, это результат ежедневной работы над собой для достижения поставленной цели. Я благодарен нашему обществу за возможность реализации в этом трудном пути. Реализация таких проектов, способствующих популяризации достижений современной науки, расширяет нам с вами горизонты для развития. Я безумно рад, что у нас есть такая возможность не только с научной точки зрения оценивать свои проекты, но и находить им большое практическое применение. Специальным призом в номинации «Цифровая реализация» отмечен Алексей Архипов. Алексей представляет РГУ «Нефти и газа» имени Ивана Михайловича Губкина. Вместе с командой молодых ученых Сергеем Бородиным, Микаэлом Сеянаровым, Ильей Филипповым и представителем МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Юрием Давыдовым. О своей команде и работе прогнозирования осложнений в процессе бурения на основе нейронной сети Алексей расскажет прямо сейчас. Наш проект был направлен на создание системы предупреждения и прогнозирования осложнений в процессе бурения с помощью нейронных сетей. Мы с вами находимся на полномасштабном буровом тренажере, который позволяет имитировать процесс работы на реальной буровой установке. На подобных тренажерах мы можем имитировать различные технологические операции в процессе строительства скважины, в том числе различные осложнения и аварии. Проект этот интересен как буровым компаниям, так и добывающим компаниям. Одним из самых сложных моментов при работе над таким проектом является отсутствие доступа к открытым данным. Поэтому мы призываем все нефтяное сообщество, нефтегазовое сообщество к кооперации, потому что подобные проекты могут создать и воплотить в жизнь только большая команда специалистов. И мы открыты для предложений и хотим сотрудничать со всеми компаниями, как российскими, так и зарубежными. Также отмечен проект еще одного представителя, точнее представительницы РГУ нефти и газа имени Губкина, но в этот раз из Исламской республики Иран. По химии Хадави Магадам, лауреат прошлогоднего конкурса, в этом году презентовала проект «Успешное применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в разработке нефтяных и газовых месторождениях». Подробнее о нем и о команде она расскажет сама. Мы требуем инновацион. Сегодня, в ойл и газе индустрии, мы используем только 1-5% от данных collected, и так далее, артифициал интеллекта является как каталисмическое строительство, трансформирование данных в понимании. Таким образом, мы пытаемся быть инвентом и кратером и приводом в нашу индустрии. Мы пытаемся быть ориентом на исследованиях-безопасных проблем. So, our project has different sections, such as fluid property simulation and rock reservoir modeling and EOR screening and refracturing design and so on. In order to make it more applicable, we build a platform, which we can use this platform even in our smartphone. Also, I'm really grateful to the organizer who offers us this opportunity to feel safe and share our ideas and believe that we finally find a platform where our ideas can be made in the real world. So, we absolutely should say appreciate you. Thank you. Если помните, победителем прошлогоднего конкурса стал доцент РГУ нефти и газа имени Губкина Вадим Цыганков со своим проектом технология гидроразрыва пласта на основе сжиженного нефтяного газа для разработки газовых и нефтяных месторождений. Первое место в конкурсе послужило для ученого стартом для получения гранта на создание научного центра мирового уровня в рамках национального проекта «Наука». Давайте послушаем, что об этом нам может рассказать Вадим спустя год. Добрый день. Меня зовут Вадим Цыганков. Я победитель конкурса «Взгляд в будущее» 2019 года. В прошлом году высокая комиссия оценивала меня, а в этом году я уже оцениваю подобные конкурсы. Правда, я оценивал другой проект, но все же он был достаточно крупным проектом регионального масштаба, связанным с топливной энергетикой. Несмотря на современную ситуацию в мире, наука не стоит на месте. В этом году группа российских ученых из ведущих вузов получила грант на создание Центра мирового уровня в рамках национального проекта «Наука». Без своевременной поддержки конкурса не удалось бы правильно расставить акценты при подаче документации на грант. Я еще раз желаю молодым ученым не стесняться заявлять о своих исследовании и делиться своими наработками с научным сообществом. Удачных исследований и здоровья! Все победители названы и в конце хочется провести небольшой анализ проделанной работы. Для этого я вновь передам слово председателю жюри конкурса Виталию Анатольевичу Маркелову. Я хотел бы отметить стабильную и положительную динамику конкурса на третий год его проведения. Конкурса проявили интерес многие департаменты дочерней компании «Газпрома», поддержали рабочие комитеты и компании участники Международного делового конгресса. Мы гордимся, что наш конкурс продолжает вносить свой вклад в научную среду, развивая и укрепляя международную интеграцию, сотрудничество нефтегазовых компаний и научных институтов, развивая международную коммуникационную платформу исключительных и эффективных решений, научных исследований по созданию инновационных технологий добычи, хранения, переработки и транспортировки энергетических ресурсов, популяризации современных достижений науки и их значимости для будущего мирового сообщества в целом. Продвижение проектов, участие в международных форумах, стажировки в российских и зарубежных нефтегазовых компаниях членов МДК – все это ждет лауреатов конкурса «Молодых ученых». Мы еще раз поздравляем всех участников и организаторов конкурса. Ждем ваших заявок в следующем году. Пока!